Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Воистину слова сегодняшнего Евангелия о том, что все труждающие, все обремененные приходили ко Господу, ибо иго, его благо есть, и бремя мое легко, и бремя его легко есть. Таковым были сегодняшние святые благоверные княжи Александра, и Даниил Московский, его сын и последователь, и наследник. Но сегодня празднуется перенесение мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в столицу Российской империи, Санкт-Петербург, в 1724 году по повелению императора Петра Великого. Это событие имело важное значение, важнейшее значение в духовной жизни России, Церкви, а также в политической истории государства российского. Великий князь был сыном Ярослава Всеволодовича Владимирского. Он отличался разумом, мужеством, крепостью, телесных сил, величественной красотой, правдолюбием, сострадательностью и истинным христианским благочестием. От юности возлюбил он Христа и отвращался в мирского суемудрия, услаждался глазом церковных песней, и душа его жаждала познаний святых отцов. Бдения всеночные и тайные к Богу молитвы были любимым его занятием, как иначе в истории. Благодаря своим выдающимся талантам князь имел непререкаемый авторитет, как среди русских князей своих современников, так и среди простого народа. Он блистательно мирил между собою удельных князей, мирил орду с русскими княжествами. Еще не пришло, поскольку еще не пришло время освободиться Руси от иго орды, это было необходимо, жизненно необходимо для развития его народного народа. Князь был великим воином, полководцем, дипломатом. Понеся великие скорби, страдания и труды во славу веры и отечества, он в 43 года тяжело заболел, будучи с примирительной миссией в Орде, и по дороге на родину скончался в городе Городец в 1263 году. Велика была скорбь народная о его кончине. Когда печальная весть дошла до Владимира, митрополит Кирилл во время богослужения воскликнул народу трогательными словами, «Чадо моя, милая, разумейте, як в зайде солнце русской земли». Великий князь был погребен во Владимире, как великий князь Владимирский. Владимир был столицей великого княжества русского в удельно-редвичевой период жизни России, государства российского. Почитание князя Александра началось с чуда при его погребении. Великий князь сам, как живой, взял в руку разрешительную грамоту к ужасу и к восхищению благоговейному окружающих людей. В 1380 году, в год Куликовской битвы, мощи князя были открыты и поставлены для почитания в соборном храме Рождественного Богородичного монастыря города Владимира. В 1527 году при царе Иоанне IV Грозном князю была составлена особая служба, то есть полнота коммунизации была осуществлена при Иоанне Грозном. Перенесение мощей великого князя в Санкт-Петербург в 1724 году знаменовало событие всеобщее почитание святого князя во всей Российской империи, как одного из ее родоначальников уже не удельно-редвичевой Руси, а великого государства российского. Всеобщее почитание и любовь к святому князю, благоверному Александру Невскому, не остудевает. И по сей день мы почитаем великого князя как великого защитника и действительно родоначальника государства российского в том виде, в котором оно нам досталось через все революции, смуты и печали и войны. Святой благоверный князь, небесный покровитель земли русской, народа ее и ее славного воинства, его житие являет нам пример беззаветного служения Отечеству и верности православия. Великие княжи Александры и Данииле, молите Бога о нас, я кому усердно к вам прибегаю, скорым помощником и молитвенником о душах наших. Аминь. Аминь.